Гусли сказочный, волшебный инструмент. Именно о нем сегодня и пойдет речь в программе «Моя планета». Сегодня мы находимся в центре детского творчества «Пушкинская школа», где вот уже несколько лет работает объединение «Гуслиры». Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте, ребята. Ну, поистине фантастическое звучание, конечно же, «Гусли», мне кажется, хочется слушать все время. Вот такое ощущение, что мы сами пронизаны этими звуками насквозь. Татьяна Владимировна, как вы пришли к такому интересному инструменту? С чего началась ваша история? Я знаю, что она была очень уникальна. И не случайно вы играете именно на гусли? Да, история уникальная. Хотя, может быть, сейчас уже не уникальная. И много таких же детей, как и я, которые пришли в музыкальную школу на прослушивание в первом классе. И им сказали, что у вас недостаточно творческих способностей для того, чтобы учиться в музыкальной школе. Ну, и сходите на другие кружки. Ну, в общем, мама меня тоже привела в школу. Ей тоже сказали, что у нас есть и талантливые дети. Я ходила на много других кружков, на танцевальный, на театральный, играла в шахматы. В общем, развивалась во всех областях. И прошло около пяти лет. Мой младший брат пошел в первый класс. И к нему пришел педагог по гуслям. И набирала класс гуслей. И прослушали его. Ему понравился инструмент. У него были творческие способности к этому инструменту. Вот его взяли, и он пришел домой и говорит, мам, я записался на гусли. Гусли. Тогда вообще, вот я когда училась, нас было вообще два-три человека. Мне кажется, это вот что-то из сказки. Да. Правда, этот сказочный инструмент, он совершенно не ассоциируется с современностью, с реальностью. Ну, действительно, как будто открыли дверь и волшебство. Да, сказочный инструмент. И я вот тоже, у меня брат сидел, занимался. Я смотрела, слушала и понимала, что я тоже хочу научиться играть на этом чудесном, уникальном инструменте. И я говорю, мам, пойдем в музыкальную школу, может меня возьмут. А мне уже 12 лет было на тот момент. Мы пришли к педагогу, и она говорит, да, конечно, пусть приходит ко мне учиться. И так я закончила музыкальную. Способная девочка. Да, оказалась способной. Я закончила музыкальную школу в городе Тула. Потом колледж имени Гнесиных. Потом институт культуры в Москве. И вот сейчас уже 10 лет я работаю здесь, в Пушкинской школе. В чем уникальность этого инструмента? Что он развивает детям? Что он дает детям? Я знаю, что в вашем объединении огромное количество ребят разного возраста. Вот, например, у нас сегодня здесь сидит Агата. Ей всего лишь 5 лет. И она... Агат, ты уже умеешь играть на гуслях? Да. А может быть, ты нам что-то сыграешь? Она нас играет по певку. Давай, сыграешь, а я подержу микрофон. Тили-бом, тили-бом. Тили-бом, тили-бом. Как боремся кошкингом. Кошка, 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 кошка. Бежит кучка светом. Заливает кошкингом. И лошадка с павелом. И собачка с павелом. Все зайка с листком. Два, раз, раз, раз. И один, два, два, два. Молодец. Давайте поаплодируем. Я хочу сказать, что Агате, еще раз повторить, Агате всего 5 лет, но она уже начала осваивать этот инструмент. И занимается она всего лишь с сентября этого года у меня. Поэтому большие способности. Ну то опять же, да, то есть получается, госли это инструмент, который можно взять в любом возрасте в руки и научиться играть. Да, он не подвластен возрасту. И мне кажется, что в мое объединение приходили бы и более старшие детки, но у нас в школе отбор учеников с 6 до 18 лет. То есть старше 18 лет я взять уже не могу. Хотя у меня многие родители говорят, ой, было бы там после 30, мы бы к вам пришли тоже учиться и играть, заниматься. И все привлекает. Вот еще раз вернемся к моему вопросу. В чем уникальность этого инструмента и что он развивает в детях? Ну вообще музыка, она развивает творческие способности, не только гусли. А гусли, в частности, мне кажется, способствуют духовному росту ребенка и вообще человека. Потому что это исконно русский инструмент. На нем играли еще в древности. И наша душа откликается на эти струны, на звуки. Мы становимся более чувственными к любви к родине, друг к другу, к ближнему. У нас всегда, мы все друг другу всегда помогаем. Если там кто-то пришел грустный или у кого-то какие-то там плохие оценки. Вот мы соберемся, поиграем на инструменте, все, сразу жизнь налаживается. То есть очень у нас такой сплоченный коллектив. Появляются яркие краски. Конечно, да-да-да. Татьяна Владимировна, я знаю, что Вы занимаетесь с детьми по уникальной программе, которую Вы разработали самостоятельно. И делаете акцент, в первую очередь, не на, наверное, способностях ребенка, а на желании. И у Вас есть какое-то личное мнение по этому поводу? Да, опять же таки, отталкиваясь от своего опыта в детстве, когда мне сказали, что мне не надо музыкой заниматься. Да, теперь я всех детей в свое объединение беру без отбора, без каких-то определенных способностей, навыков, талантов. И я занимаюсь со всеми детьми разного уровня подготовки. Моя методика, мне кажется, не нова, потому что я тоже ее заимствовала. Татьяна Рокитянская есть. И у нее тоже такая педагогическая позиция, что каждый ребенок музыкант. И она тоже достаточно детей без способностей, без талантов, учит на музыкальных инструментах играть. И у нас, мне кажется, гусли для того и созданы. Такой инструмент уникальный, что вот ты взял, аккорд сыграл, и уже красиво звучит. И уже все рады, все хорошо у нас. За тебя все сделают гусли. Нужно лишь только взять этот инструмент в руки. Надо, чтобы он нравился, чтобы любили инструмент дети. Потому что когда ребенок, вот, ну, я не хочу, меня там мама заставляет ходить, ничего не получается. Ни концертного исполнения, ни номера. Но таких детей у меня мало. Их практически не было. Вот, может быть, один-два ребенка за всю мою практику. А остальные все всегда с благодарностью. Всегда идут все гусли, мы так хотим. А что, уже урок закончился? Мы хотим еще позаниматься. Или там, допустим, там вот Агата маленькая. Может быть, отдохнем с тобой, там, перерыв пять минут сделаем? Нет, я, говорит, не устала. Потому что инструмент, он дает энергию. Само звучание инструмента дает, заряжает энергией. Татьяна Владимировна, как вы пришли к идее создания детского объединения гуслиры? Все-таки вы артист, гастролирующий, с активной концертной деятельностью. А тут малыши, с которыми нужно возиться, уделять им очень много времени, чтобы добиться результата. Да, я просто в один момент почувствовала, что мне хочется передать кому-то свои знания, умения, то, что я умею играть на этом инструменте, чтобы умело большинство людей. Потому что это русский, народный наш инструмент. И когда мне предложили открыть здесь, в Пушкинской школе, класс гусли, объединение гуслиры, я вообще даже не раздумала ни минуты, сказала, да, конечно. И в 2008 году я пришла сюда работать. Ну вот, 10 лет, можно сказать, я здесь преподаю. И начинали мы, сначала было маленькое количество человек, гуслиров. Ну, как-то вот, я думала, пойдет, не пойдет, инструмент такой все-таки. Во-первых, не каждый родитель может позволить себе купить такой инструмент. И школа предоставляет инструменты. То есть дети сюда приходят, занимаются на инструментах. Ну и вот. Ну, кто хочет, наверное, более-более гугленно, да. Кто хочет покупать, да, гугленно, да. То, соответственно, уже приобретает домой. Да, но вообще это не требуется. То есть инструмент не требуется. И поэтому, видимо, мы выступали на концертах, участвовали в конкурсах. Это все видят приходящие на концерт зрители. И сейчас нас уже 14 человек в объединении. Мы таким же, большое объединение у нас. Ну, хочется, чтобы вы уже нам что-то сыграли, Татьяна Владимировна. Мы так много говорим о гусах, о их уникальном звучании. Может быть, небольшой фрагмент? Вот так прям экспромтом? Ну да. Музыка. Музыка. Что, похлопаем? Ну, прям вот ноги сами пускаются в пляс. Хочется прям встать и начать танцевать. Да, это удивительная особенность инструмента. Когда ты играешь, душа отзывается на звучание струн. Грустная мелодия, она трогает за душу. Веселая мелодия, хочется плясать. Это наш, это русский инструмент, и наша душа, как вы правильно сказали, настроена на его звучание. А мне бы хотелось, чтобы к разговору присоединились ребята. Псения, бери микрофон. Арсений, расскажи, как ты попал в объединение? Однажды моя подружка, ну, будучи одноклассницей, пошла сюда, и такая пришла, такая довольная, я попала на гусли, и мы с мамой тоже решили попробовать, что это такое гусли. И нам понравилось, мы пришли сюда заниматься, и я уже два года тут занимаюсь. Арсений, чем тебе понравились гусли, чем тебя увлек этот инструмент, что тебе нравится в занятии? Ну, то, что он не очень сложный, старославянский, и у него очень красивое звучание. А ты нам сегодня можешь что-то сыграть? Да. Мы с удовольствием послушаем, правда, ребята? Да. Арсений сыграет русскую народную песню, по малину в сад пойдем. Арсений сыграет русскую народную песню. У него все д Gotcha! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Тихоньку запоминать. Анастасия? Я о гуслях узнала по объявлению. Мне мама сказала, что хочет меня записать на гусли. Меня сначала как-то я думала, что сложно. Сначала вообще не хотела. Но потом мы пришли на первое занятие. Татьяна Владимировна показала, как играть. И у меня уже другое мнение появилось о гусах. То, что легко играть и очень такой красивый инструмент. Как строится Ваше занятие? О чем еще рассказывает Вам Татьяна Владимировна? Песни учим. Ну и Татьяна Владимировна нам такие минутки перерыва устраивает. Мы играем во что-нибудь по музыкальным инструментам. Какое место в твоей жизни, какое место в твоем сердце занимают гусли? Ну для меня гусли очень красивый инструмент. Легко играть. Когда я играю, я играю вот как хочу. Татьяна Владимировна, ну я думаю, что сегодня Ваши ребята сказали Вам самые главные слова. И Вы понимаете, что Ваш труд не напрасен. Каждый из них влюблен в этот инструмент. И я еще раз подчеркиваю, ребята, которые сидят и находятся сегодня в этой аудитории, они занимаются всего три месяца на гуслях. И за столь короткое время Вы просто влюбили всех ребят в гусли. Я думаю, даже не я, гусли сами влюбляют в свое время, как меня влюбили. И также я просто стараюсь преподносить этот инструмент так, что он нравится всем, что играть легко. И вообще моя методика обучения, она же строится не на том, что надо знать правильное название нот, знать тональности произведений. Это сопутствующие знания. Самое главное, надо любить инструмент, понимать его, воспринимать инструмент, любить то, что ты играешь, чтобы нравилось ребенку данное произведение, песня, или что-то мы разучиваем. И поэтому у них есть любовь. И вообще у нас в школе Пушкинской нету там сольфеджи, изучение нотной грамоты, вот как в обычной музыкальной школе. И все, что все знания, я даю сама преподаю. То есть какие-то нотки, интрональности, интервалы, все музыкальные термины. И я стараюсь не загружать детей этим. То есть чтобы у них не отбить желание, охота вот именно от инструмента. Чтобы они приходили заниматься ко мне именно на гусле. Татьяна Владимировна, в прошлом учебном году вы стали победителем районного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Как решились стать участниками? Долго ли вас уговаривали коллеги? Нет, недолго. Я вообще открыта к новым конкурсам, к каким-то концертам. Мне всегда говорят, что сыграешь – сыграю, поучаствуешь – поучаствую. То есть меня не пугает ни какая-то сцена, ни то, что надо готовиться. Уверены были в победе? Нет, конечно. До последнего думала, потому что были достойные тоже кандидаты. Очень сильные педагоги. Сильные педагоги, конечно. Мы со всеми сдружились, со многими до сих пор поддерживаем связь и общаемся. И когда на конкурсе была очень теплая душевная атмосфера, все друг друга поддерживали, помогали. То есть как такового конкурса, что там все друг другу, никто никому ничего не говорит, все держатся в секрете, не было. То есть все как-то открыто, добролюбиво. Иголок в платье не встык. Иголок, да. Конечно, мне очень помогали коллеги своим опытом, тоже кто участвовал. Потому что для меня такой конкурс впервые. То есть конкурс именно педагогического мастерства. Я часто выступала на конкурсах, где надо было играть. То есть я показывала свой талант именно гуслера. А тут не нужно играть. Тут надо было продемонстрировать, допустим, в первом этапе визитная карточка участника была. Надо было сделать фото-видеопрезентацию. То есть, соответственно, это нужна программа видео. Это надо было отобрать фотографии. То есть это все надо было сделать мне. Соответственно, это тоже опыт. То есть я познакомилась с программой по видеомонтажу, с обработкой фотографий. То есть очень много научилась говорить на камеру. Потому что некоторые кусочки мы записывали на камеру. Я должна была рассказать про педагогическое кредо свое, про цель и задачи объединения. Во втором этапе надо было дать открытый урок с учеником, который никогда не держал инструмент в гусли. Мне девочка попалась музыкальная. Она уже занималась в музыкальной школе. Но мне как-то тоже это не составило большого труда. То есть мы провели открытое занятие. Жюри всем понравилось. И третий этап как раз меня поддерживали мои ученики. Мы готовили презентацию, в которой я готовила доклад по поводу моего педагогического кредо. И мои ученики там выступили. То есть в поддержку меня мы вместе подготовили там небольшой номер. Все-таки у нас очень много инструментов. И обидно, когда, ну как-то может быть по привычке, все родители, дети выбирают в основном фортепиано. Для народников это, наверное, еще более обидно. Не знаю. Вот у меня все дети выбирают гусли. Поэтому нет. Но все-таки, когда стоит выбор перед родителями, когда ребенок подрастает, и они принимают решение, что хотят, чтобы он занимался музыкальной школе, чтобы он занимался музыкой, вот вы бы посоветовали все-таки обратить внимание на какие инструменты. То есть нужно ведь понимать, что пианино, оно не единственное. Есть струнные инструменты. Ударные. Ударные, духовые и так далее, так далее, так далее. Инструментов интересно очень много. Мне кажется, здесь вообще складывается такое отношение, как вот в семье принято. То есть если в семье слушают рок родители, то, конечно, там выбирается инструмент какой-то там гитара, ударный. То есть вести ребенка, может быть, на гусли было бы нецессообразно. Хотя если ребенок хочет, почему бы и не предоставить ему возможность выбора этого инструмента. То есть прийти в музыкальную школу, познакомить со всем рядом инструментов, послушать, во-первых, как звучит тот или иной инструмент, да. И уже ребенок, мне кажется, он сам почувствует, к чему тянется у него душа. Спасибо, Татьяна Владимировна, огромное спасибо, ребята, что рассказали о уникальном инструменте, о гуслях. И сегодня подарили нашим телезрителям незабываемые минуты. И, мне кажется, счастья и истинного наслаждения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»